Сказать про Кингисепский район, что с учетом решения, принятого на прошлой неделе, Кингисепский район скоро станет, в принципе, газовым центром в масштабах страны. Сюда придут такие объемы газа, которых нет нигде. Если сейчас начнет строиться завод, а наши прогнозы, что он начнет строиться, вопрос по Кингисепскому району в 5 лет будет закрыт. В поселениях ситуация совершенно другая. Если по городу на схему газификации города достаточно 500 тысяч, то по муниципальным образованиям, где у нас у всех порядка 20 и более населенных пунктов, у нас в Большевском 22 населенных пункта, схема газификации на все муниципальное образование разрабатываться не будет. Как нам сказали, схема на каждый населенный пункт, от силы на два населенных пункта. Соответственно, это уже для поселения совершенно другие суммы, это уже 2 миллиона 200. Но для поселения это уже такие деньги. Значит, по Кингисепскому району, как по всем другим районам, на данный момент разработана схема газификации до 2025 года. Если объекты в этой схеме есть, то есть смысл заниматься схемами, и есть смысл заниматься проектированием распределительных сетей. Если объектов в схеме нет, то смысл заниматься ими нет. При формировании льготной категории сметы стоимости, мне в Кингисепском районе объяснили, что сметная стоимость, она увеличивается. То есть, если я прихожу для правого метра, 2 800 стоит, а для льготного это будет только по смете 6 тысяч. Вот я не понимаю вот эту разницу. Субсидию вы можете, грубо говоря, получить, заключив договор не только с Леноболгазом, а с любой организацией, у которой есть допуск к данному виду работы. Мы в Кингисепе находимся, мы с Кингисепе приехали, а это в Питер. У вас в Кингисепе, наверное, достаточно много других организаций коммерческих, которые строят... С лицидией? С лицидией идет одна единственная организация. При превышении общей сметы разница между этим доплачивается действительно собственником, потому что, ну, фактически вы можете увидеть разные типы котлов, там, внутридомового оборудования, бывает разная протяженность. А с точки зрения цен, ну, здесь ответить на то, почему у вас одна организация в Кингисепе, мне, к сожалению, сложно, но, наверное, можно сейчас есть интернет, открыть, выбрать любую другую, которую вам построят дешевле, если это выгодно, почему вы, конечно, все равно все бываете там и в Питере, и где-то... У меня просьба. Возможно ли через 3-2 месяца организовать подобный круглый стол, чтобы те же вопросы освежить и посмотреть, а что поменялось или сделалось, чтобы не было простой говорильный в нашем собрании. Максимально встретиться в следующий раз в октябре, в октябре будет понятна глобальная ситуация. В октябре тут же зима на пороге, это поздно. Миллионы достались от губернатора потом и кровью. И мы обращаемся к вам, чтобы сделать необходимое, к выборам губернатора хотя бы подключить один дом. Любая организация может этим заниматься. Значит, с областным комитетом БОТЭК, заместим председателем которого является Алексей Владимирович, есть информация о том, что не единственный «Лену Болгаз», по-старому называют, имеет договор на получение вот этих субсидий, о которых идет речь. В частности, неподалеку в Гатчине работает еще одна организация по такому же соглашению. Что касается вопросов, которые здесь прозвучали, основная масса вопросов, которые была, на них Алексей Владимирович уже ответил, потому что это так называемый ликбез, который, наверное, до вас не доводился до сих пор. Вы, наверное, все поняли, что это такое газопроводы, когда вы увидите у себя газ, это схема газоснабжения, в первую очередь. Что касается, значит, возможности того, что у нас, ну, несколько дороже пресс-курант, чем в Санкт-Петербурге, либо где-то еще, да, возможно, не исключаю. Мы работаем по тем ценам, которые нам установил «Лену Болгаз», наша главная организация, значит. Не более, мы сами не вправе их ни поднять, ни опустить. Для информации, вот, для вас всех. Поэтому мы, значит, не законодатели, значит, здесь ценовой политики, законодатели, в первую очередь, даже законодатели, а у вас есть право выбора, на самом деле вы можете выбирать другие компании, которые, значит, более быстро, более тщательно, более, намного дешевле выполняют ту или иную работу. Значит, в настоящий момент, вот, правильно сказал уже представитель администрации, Евгений Павлович, что на самом деле, после того, как, ну, не знаю, продолжительный на нашей, значит, эпилептийский, который был между нами и администрацией, на этой неделе, до вчерашнего дня мы собрались все дружно, вместе, это масштаб администрации, и мы, для того, чтобы ускорить этот процесс, вот, все-таки, получение желанного газа в предприятиях Южного, собрались и стали решать эту проблему совместно. Почему так долго? Ну, вот так сложилось. Не буду все рассказывать, почему, да, чего. Так сложилось, в пределе некое решение, значит, масштаб все-таки, несмотря на то, вот, кстати, могу сказать, мы масштаб звали к себе, для того, чтобы он к нам пришел этот масштаб, как организация, которая будет эксплуатировать газопровод и будет принимать участие, значит, мы будем эксплуататься этого газопровода, приглашали к себе, он на нас никак не реагирует, вот масштаб, вот и все. Устранять те замечания, которые мы обнаружили, приглашает нас, так как мы должны видеть, как эти замечания устраняются. Договорились, что все-таки, скорее всего, произойдет то, что, значит, то, чего вы все ждете, значит, масштаб сдаст, исполнит документацию и устранит все эти замечания где-то. Это будет конец июня, и в начале июля, если все сложится правильно, и если, значит, масштаб опять, значит, ну, вот я хорошо, что я услышал, я не знал, что на самом деле заплачено, одна десятая часть всего контракта, это здорово, это администрация просто поступила великолепно, что заключили такой договор, а остальные деньги, говорит, масштаб не увидел, поэтому масштаб никуда не денется теперь. Он будет спокойно выполнять все эти замечания, которые мы обнаружили, для того, чтобы вы безопасно, значит, мы безопасно обслуживали запровод, а вы безопасно получали, значит, поэтому запроводят газ. Когда обращаются для установки газа в вашу организацию, то та бригада, которая устанавливает, обязывает покупать именно то оборудование, которое они хотят, тот котел и ту плиту, которые продаются в вашей же организации. Не в вашей областной, а в созданной дочерней какой-то там, не знаю, как правильно называется? Магазинчик. Да, магазинчик, да, ну, пусть это будет магазинчик. А если человек хочет поставить свое оборудование, то ему это запрещено. Я вас уверяю, что это не так. То оборудование, которое покупается у нас, оно покупается в наших торгово-мышленных салонах, можно покупать у нас, но оно у нас покупается в том числе и с некой скидкой. Идет скидка, значит, в районе 20%. Если покупается оборудование у нас, то идет скидка по нашему прескуранту. Если кто этого не знал, я вас уверяю, это именно так делается. Есть котлы достаточно дешевые, ну, я так считаю. Их есть смысл, кстати, покупать. Они дешевле, проще. Они стоят 30-35 тысяч, и обслуживание, соответственно, стоит уже дешевле. Так же, как и газовые плиты. Вы тут, ну, был женщин-хозяин, прекрасно знаете. Есть плиты, довороченные со всеми там делами, которые половина из вас не равен, да? Как в стерлянных машинах. Все на функции пользуются. Так и здесь. Поэтому при выборе оборудования тоже вот прозвучало, там, вы там задали вопрос, что покупать только у нас. Да в любом магазине пошли и купили. Как тебе нравится. Да как вы хотите тут и покупать. Он на гарантии 5 лет, так? У завода изготовить. Это как Мерседес тот самый, про который вы говорите. В это самое время приходит, я не помню, Карандели, Кериндей, его имя очень не помню. И говорит, ты должен мне 15 рублей в месяц, что я приду на него, посмотрю, его освещу и увидел все. То есть за 5 лет я выплачу 75 тысяч, что-то мне проще купить второй котлет и выкинуть этот все. Нелогично. То есть гарантия тогда, либо гарантию, скажите, что нет гарантии, и покупайте дешевые котлы. Либо говорить, если вы берете на гарантии, мы будем обслуживать гарантии. Либо вы делаете договор на 15 тысяч. 15 тысяч. Если у вас что-то выходит из строя, электронная плата, да, завод-изготовитель, и мы поменяем вам это бесплатно. Принесут нам это висманскую плату, вам заменят ее. Это выстроено. Это выстроено. Техническое обслуживание. Это техническое обслуживание. Это то, что делается без запасных частей. Это настройки, проверки, регулировки. Вот что входит. Миссионерам тяжело. Постоянно идет какой-то негатив, что от нас отмахивается, как от муки назой. Вот я сам лично видел. И вот вы надоели, и с вами неинтересно, и деньги нам не видят, не видим. Я, может, вас не коснулся, надо было Мумичева сюда прозвать, когда я с ним, поставил кататься, я зубы съел, чтобы подключить за 300 тысяч рублей. Нам было проще, если есть автомобиль, ты понимаешь, гарантия есть на узорные агрегаты, которые там 3-5 лет, для того, чтобы поддерживать гарантийное состояние этого автомобиля, ежедневно, раз в месяц, через 15 тысяч километров, вы едете на техническое обслуживание, меняете расходники. Что такое расходники? Это пульт, грязь, обслуживание тех или иных, прокуратских. Масло в том числе. Я зашла еще деньги.